Азбука спиннинговой ловли Джиговая рыбалка Для берегового джиг спиннинга Данное удилище у нас длиной 2 метра 56 сантиметров Тестом до 36 грамм Для чего нужна нам такая внушительная длина? Береговой джиговый спиннинг подразумевает, как правило, дальний заброс Соответственно, чем у нас длиннее спиннинг, тем мы выигрываем в дальности Конечно, дальность у нас достигается далеко не только длиной спиннинга Также есть вопросы здесь и к леске, и к катушкам Но длинный спиннинг, это, как правило, плюс 5-10 метров к забросу Иногда это очень важно Что касается теста Данное удилище до 36 грамм В принципе, этот тест нам позволяет ловить на большинстве водоемов в Средней России Если мы берем какие-то крупные реки, Нижнюю Волгу или мощную Каму Может быть, какие-то сибирские реки Там уже веса зачастую намного больше И удилища нужны более тестовые Но для обычного джигового спиннинга То есть стандартные веса это от 10 до 20 грамм 20 грамм плюс приманка Соответственно, суммарный вес у нас будет порядка 30 грамм Данный спиннинг будет такой вес комфортно забрасывать Он не будет проваливаться на забросе И в принципе, если вы ловите весами джиголовок 10, 12, 18, может быть 20, 22 грамма Тест до 28, до 35 грамм вам будет оптимально подходить Что касается строя Джиговый спиннинг должен быть быстрого строя Быстрый строй подразумевает конусность бланка То есть в комле у вас спиннинг достаточно широкий Вершинка у вас достаточно тонкая Соответственно, спиннинг по всей своей длине Сравнительно быстро уходит на тонкий диаметр Что нам это дает по свойству? Комель, как правило, в таких спиннингах достаточно мощный Он позволяет комфортно держать крупную рыбу Позволяет не проваливаться на забросах по верху теста При этом тонкая информативная вершинка нам дает хороший контроль за приманкой Дает дополнительную чувствительность в руку Тем самым мы получаем все необходимое для джиговой рыбалки Чувствительность, мощность на забросе, мощность на посечке и на вываживании рыбы Еще характерный момент джигового спиннинга – это длинный комель То есть расстояние от катушки до края бланка у нас должно быть достаточно внушительное Для чего это нужно? Во время заброса, вот этот вот момент Чем длиннее у вас рычаг, тем у вас легче идет заброс Соответственно, когда у вас рычаг маленький, заброс не такой эффективный Когда у вас есть возможность взяться широко, у вас и заброс мощнее, и приманка полетит дальше Теперь пару слов о катушке Какими свойствами для джиговой ловли она должна обладать? Ну, в первую очередь, это ее тяговитость То есть катушка реально должна хорошо справляться с тяжелыми весами Зачастую такие катушки достаточно много весят То есть они не подходят для ультралайтовой ловли Вес там, ну, я думаю, колеблется от 280-300-350 граммов То есть это достаточно тяжело Но это обусловлено тем, что данные катушки у нас выступают в некотором роде как лебедки Соответственно, основные к ней требования – это хорошая тяга Чтобы катушка у нас не умирала после сезона ловли от приманок весом 20-25 грамм По размеру я предпочитаю 3000, возможно, 3500 Меньше, считаю, нет смысла ставить на классические джиговые снасти И, конечно же, нельзя забывать про то, чтобы катушка все-таки качественно укладывала плетеную леску Что касается плетеной лески, я предпочитаю использовать четырехжильные шнуры Восьмижильные, считаю, достаточно дорогие, необоснованные для этой ловли И основной минус восьмижильных шнуров в джиге – то, что они очень неустойчивы к абразивному влиянию Соответственно, когда вы ловите на каких-то резких бровках, шнур у вас трется об ракушку Не знаю, какие-то коряги, что-то лежащее на дне В четырехжильный шнур такие вещи условно терпит То есть какое-то время им можно будет ловить Если вы будете использовать восьмижильный шнур, то, как правило, они совершенно не держат абразив То есть там любой контакт с ракушкой или с коряшкой Образуется небольшой задир, заусенчик, и шнур очень быстро в этом месте будет рваться Следующий спиннинг, о котором я бы хотел поговорить, это спиннинг для ловли на твичинг Чем отличается у нас вообще эта ловля? Ну, для тех, кто не знает, твичинг дословно на наш язык переводится как рывковая техника проводки Ловим, как правило, на воблеры мину, на топ-вотеры, поперы, либо вокеры Ну, или какую-то неогруженную резину Как правило, это щука, чуть реже это окунь Но в данном случае мы рассмотрим спиннинг для ловли, в первую очередь, щуки Основное свойство спиннинга для ловли на твичинг – это его жесткость Данный спиннинг должен быть максимально жестким, чтобы мы могли комфортно продергивать упористые воблеры Здесь не так важен его строй, но, как правило, он быстрый или среднебыстрый Здесь не так важна его конусность, но именно жесткость бланка, она нам максимально необходима в данной ловле Что касается длины таких удилищ, то, как правило, эти спиннинги более короткие, чем те, которыми ловим на джик Я предпочитаю удилища длиной 2 метра, может быть, 2,10 С чем связана такая сравнительно короткая длина? Короткий спиннинг нам позволяет более комфортно управлять приманкой То есть нам здесь не так нужна уже длина, не так важен дальний заброс, как правило Как более важна именно комфортность работы с приманкой Что касается комли данных удилищ, здесь он должен быть заметно более короткий, нежели на джиговых Короткий комель нам позволяет, в принципе, делать нормальный заброс для данных приманок Но при этом потом его небольшая длина не мешает нам комфортно управляться с приманками Что касается тестов данных удилищ, то здесь нужно исходить от размера воблеров, которыми вы ловите Тест до 18-20 грамм нам будет комфортно позволять ловить на приманке длиной 8-10 сантиметров Тест чуть больший, там до унции, скажем так Он будет нам вполне пригоден для ловли крупными воблерами 12-13 сантиметров Что касается катушки, основное свойство это качественная укладка лески Связано это с тем, что постоянная рывковая техника проводки дает нам неравномерную натяжку лески в момент укладки Соответственно, леска у нас переменно накладывается либо с хорошим натягом, либо практически со слабиной Если катушка леску укладывает плохо, как правило, в такой ловле это сразу же выявляется различными бородами Какими-то такими узлами, то есть рыбалка превращается в полнейший кошмар Поэтому качественная укладка лески основное свойство для катушки Что касается размера, здесь я предпочитаю использовать чуть поменьше, где-то в районе 2500 По весу здесь, наверное, лучше все-таки сделать ставку в сторону облегчения Не так важно здесь ее тяговые качества, как в джиге, как важен более легкий вес Все-таки комфортность ловли, когда вы держите удилище только запястьем Если будет вес чуть меньше, это будет добавлять определенный комфорт в ловле Что касается лески, которые здесь мы используем В принципе, пригодны здесь плетенки как четырехжильные, так и восьмижильные Но здесь восьмижилки уже более актуальны В каком плане то, что восьмижильные шнуры, как правило, дают более дальний заброс Соответственно, с восьмижилкой мы будем тот же самый воблер забрасывать чуть дальше Иногда это важно Соответственно, второй негативный момент восьмижильных шнуров Это их неустойчивость к абразивному воздействию Здесь не так сильно нам мешает, потому что контакта с дном при ловле на твичинг у нас практически не бывает То есть вся ловля проходит где-то в толще воды, либо на поверхности Соответственно, шнур у нас не контактирует ни с корягами, ни с ракушкой И никаких воздействий дно на него не оказывает Соответственно, исключаем здесь проблему абразива Получаем дальний заброс Восьмижильный шнур в данном случае будет оптимален И следующее тип удилища, о котором я бы хотел поговорить Это ультралайтовый уже вариант Ультралайтовая ловля – это ловля в сверхлегком классе Когда вы ловите приманками, ну скажем так, весом до 7-8 грамм В данном случае у меня классическое рокфишевое удилище Которое у нас принято использовать под микроджик Но данное удилище, класс данных удилищ обладает очень хорошим свойством Эти удочки, как правило, очень универсальны За счет своего быстрого строя, информативной вершинки Мы можем комфортно управлять как джиговой проводкой, так и проводкой колеблющейся блесена Мы будем видеть все нюансы игры приманок То есть мы можем комфортно ловить как приманками 8 грамм, так и приманками 1 грамм Что касается катушки, здесь, как правило, я использую размер 2000 Здесь уже очень критический у нас вопрос к весу катушек Желательно, чтобы катушка под такие спиннинги была весом не больше 200 грамм Если катушка будет тяжелее, это уже будет вносить некоторый дисбаланс, дискомфорт в ловле Катушки весом 180-200 грамм, на мой взгляд, оптимальны для таких легких спиннингов Также здесь в катушке основное требование это качественная укладка тонких-тонких лесок А лески мы используем здесь порядка 0,3-0,4 PE по японской классификации То есть это очень-очень тонкие плетеные шнуры Далеко не каждая катушка может качественно наматывать такие шнуры Здесь этот момент тоже очень критичен, поэтому катушка должна быть хорошей И последнее удилище, о котором я бы хотел сегодня вам рассказать, характерное Это короткое спиннинговое удилище ультралайтового класса для ловли форели в первую очередь Не секрет то, что ловля форели на платных водоемах сейчас очень популярна Помимо этого также есть и форель дикая, которая ловится и в горных речках, в каких-то каменистых северных речках Удочки, в принципе, и по ту, и по ту ловлю форели, они чем-то похожи С той лишь разницей, что на платных водоемах используются удилища чуть более мягкие А для стримовой ловли на течении все-таки больше используют удилища чуть более жесткие Какими основными свойствами должен был дать такой спиннинг? Во-первых, это короткая длина В данном случае у меня спиннинг длиной 1,80-1,85 Короткая-короткая ручка, можете увидеть, да, то есть катушка должна стоять в этом месте И, соответственно, никакого комли у нас практически нет Это одноручный спиннинг Основные его свойства, какими должен обладать Во-первых, быстрым или средне-быстрым строем, это обязательно То есть удилище должно обладать приличной жесткостью Но при этом оно не должно быть совсем таким радикальным колышком По тесту, как правило, это спиннинги до 4, до 6, может быть, до 7 грамм Более тестовые в такой рыбалке, как правило, не используются Данный спиннинг должен нормально твичить эти маленькие воблеры При этом неплохо обращаться с миниатюрными колебалками, с маленькими вертушечками Все миниатюрные приманки такие спиннинги должны хорошо отрабатывать На этом, собственно, все, что я хотел сегодня вам рассказать о выборе спиннинга под различные типы ловли Надеюсь, вам было интересно С вами была программа Азбука спиннинговой ловли До скорых встреч! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова